Итак, не знаю, насколько здесь, вернее, могу сказать, выражу сомнение, что большинство из сидящих будут знать те фильмы, о которых я буду говорить. Ну, скажем так, будете верить на слово, может быть, каким-то оценкам, а может быть, перепроверите эти мои суждения, хотя буду бежать, конечно, при страстности оценок, а именно рассказывать о том, насколько я могу, настолько я говорю. Да, конечно, можно прикрыть. Итак, еще раз. Выбранная, предложенная в данном случае вам тема затрагивает тот пласт кино, который уже, наверное, уже давно стал историей. Той историей, которую знают специалисты. Некоторые из фильмов того времени, скажем так, может быть, знакомы определенной аудитории, такие как «Веселые ребята», допустим, «Цирк», «Волга-Волга». Эти ленты периодически показываются, но показываются на каналах-резервациях, например, таких как «Канал культура». А с большинством наследия той эпохи мы незнакомы. Но она для нас может служить неким, скажем так, источником для познания этой эпохи. Вот с какого-то времени материал, в том числе в данном случае визуальный, уникальный материал, который мог быть фикционным, рассказывать истории, придуманные, он может нам с расстояния лет поведать историю, в данном случае, страны. Не так, может быть, повернута лекция, поэтому я об истории страны не так сильно буду говорить, но необходимые сведения о контексте историческом буду приводить. И начну разговор по этой теме. Я с определения патриотизма, вернее, с тех определений, которые патриотизму давали вожди, вернее, вождь, который был зачинателем, создателем советского государства, и от его позиции в конечном итоге и отталкивались, оценивая патриотизм. Как положительное или как... Вот вначале давайте посмотрим, насколько эти взгляды были представлены так, как мы сейчас их понимаем. Ну, в годы Первой мировой войны, немножечко в проброс, вот именно, так сказать, доведу до 30-х годов, в годы Первой мировой войны вождь мирового паралитариата Владимир Ильич Ленин находился в Швейцарии, вел достаточно активную деятельность, ну, деятельность оппозиционную, в печати мог выражать свои взгляды. И вот, в частности, в работе 1915 года «Социализм и война» он так обосновывал империалистический характер войны со стороны всех участников того мирового конфликта, который происходил на театре действий в Европе. Царизм ведет войну для захвата Галиции и окончательного придушения свободы украинцев, для захвата Армении, Константинополя и так далее. Царизм видит в войне средства отвлечь внимание от роста недовольства внутри страны и подавить растущие революционные движения. Здесь нет понятия патриотизм, да, но оно в контексте прочитывается как негативное. В данном случае на лозунгах, на знаменах мировой революции, в данном случае партии большевиков, которая поддерживала эти лозунги, был интернационализм, а не такое эгоистическое, скажем так, восприятие истории как благо только для одного народа. В контексте оценок Ленина я бы еще привел в том же 15-м году дневниковую запись известного писателя, ну, известного тогда, и теперь уже почти забытого, писателя-сатирика Пантелеймона Романова, один из самых интереснейших авторов до середины 30-х годов, работавших уже в советское время в том числе. «Везде я вижу одни мрачные лица, везде слышу только унылые речи, все разговоры о войне сводятся к одному. К чему продолжать воевать? Разве мы уже не побеждены? Эта болезнь распространяется не только в гостинных и интеллигентных кругах, а и среди рабочих и крестьян, где наблюдается атрофия патриотического чувства и желания поражения». Ну, вот то патриотическое чувство, которым многие, в общем, так сказать, болели в годы войны, и в положительном, и в отрицательном плане, который мог в отрицательном шовинистический угар уже перерастать, большевиками не разделялся. Но когда уже происходят события с захватом власти в октябре 1917 года и образуется советское правительство, скажем так, меняются воззрения на этот счет, и в частности уже праведным представляется оборонительная война. И замечу, что в советской системе министерств уже в будущем, да, потом до этого наркоматов, да, у нас Министерство обороны, ну, так и до сих пор называется, да. То есть война возможна, но война, как некая святая обязанность, защитить социалистическое отечество. Ну, вот в частности, в августе 1918 года тот же Владимир Ильич Ленин в прокламации «Товарищи рабочие, идем в последний решительный бой» писал так, а, вернее, он просто, я здесь уже в неком обобщении могу сказать, что призывал, скажем так, с осторожностью пользоваться термином патриотизм, но, так сказать, призывал отстоять, призывал рабочие крестьянские массы отстоять завоевание революции от империалистов и кулаков. И это воспринималось уже как патриотическое действие. В другом, последнее буквально цитирование Владимира Ильича, в другом его выступлении в статье «Ценные признания Петерима Сорокина», многим, наверное, известна эта фамилия, это выдающийся социолог, но в то время он еще и политическим деятелем был, в ноябре 1918 года Ленин писал, «Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств». Вот эта цитата в будущем воспринималась как положительная, как индульгенция, которая давала возможность, так сказать, заниматься патриотизмом, скажем так. Одно из глубоких, наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств. Может быть, в контексте можно было и иначе рассмотреть, но в советское время выработалась определенная система цитирований, скажем, усечений из контекста каких-то цитат, которые становились уже самодостаточными. Ну, самое знаменитое о кино, мы, наверное, еще о ней вспомним цитаты. Ну и вот еще последнее, буквально в декабре 1920 года уже на Восьмом Всероссийском съезде Советов так, вождь мирового пролетариата говорил. Патриотизм человека, который будет лучше три года голодать, чем отдать Россию иностранцам, это настоящий патриотизм, без которого мы три года не продержались бы. Это лучший революционный патриотизм. Но вот революционный патриотизм, это, так сказать, вот такое дуальное, скажем, такое определение, оно не продержалось долго, не закрепилось, скажем так, потому что революция требовала мирового пожара, мирового распространения, да, а патриотизм, он все-таки заземление на конкретной почве имел. Ну и вот, так как я буду вам уже, так сказать, говорить, вот еще те цитаты, которые только что были приведены, так как я буду говорить вам о 30-х годах, мировой пожар революции, вернее, ожидавшийся мировой пожар в 20-е годы я опущу, но в неком, так сказать, совершенно быстром пробеге я обозначу, эти ожидания в каком-то смысле даже сбывались, если вспомнить события начала 20-х годов, когда были, возникали на несколько недель такие образования, как Баварская социалистическая республика и Венгерская социалистическая республика, были шансы на революцию в Болгарии, чуть позже, в середине 20-х годов, Англия некоторое время баражировала, так сказать, на линии, где в революцию могла сорваться. Ну, у нас были застрельщики этого процесса, в частности, Лев Давыдович Троцкий, один из главных руководителей фактически революционных событий, ну и замечу, человек, который был вычеркнут из истории уже начиная с 30-х годов, а может быть даже с конца 20-х годов, когда его фактически лишили власти, а затем уже в 30-м году выслали из страны Советов и продолжали за ним охотиться уже там, за пределами страны, пока его не нашел ледоруб Меркадера в 40-м году в Мексике. Ну и вот актуализация патриотического дискурса происходит ровно тогда, когда притухает тема мировой революции, которая была в знаменитых анекдотах популярных, анекдотах того времени обыграна, стоящих на каланче людях, которые смотрят, когда же пожар мировой революции начнет разгораться. Но в этих анекдотах вот такая работа вечная определялась, потому что вроде бы, как бы, так сказать, это тот фантом, который недостижим. Как я сказал, на самом деле, в начале 20-х годов к этому некоторые основания имелись, ждать такого, если не мирового, то европейского пожара. Но вот после революции многое просто было скинуто с корабля современностью, такое было образное понятие. Скинута, в частности, и история, скинута литература. Эти предметы в очень куцом, в переформатированном виде неких обзоров существовали, существовали, но, по сути дела, новая история возникла. Вот история после 1917 года. Если бы мы вдруг по-чечхейски, как это, например, в Северной Корее произошло, летоисчисление ввели, мы бы сейчас жили, например, в 99-м году эры Октября. Но, однако же, вот такую эру не установили. Вот новаторы в Северной Корее это сделали, как мы знаем, от рождения Ким Ир Сена. Там летоисчисление идет от 15 апреля, фактически от дня гибели Титаника, который совпал с днем рождения некий Ир Сена. Но в данном случае, в начале 30-х годов, с укреплением власти товарища Сталина, происходит возвращение истории в идеологическое поле. И ее работа над ее перекодировкой. Здесь есть некоторые обоснования, почему именно в это время, они несколько ранее, хотя победу, например, над Троцким Сталин одерживает уже в 27-м году, фактически. Есть любопытный эпизод. Как говорится, Сталин уже тогда вмешивался в кино, когда 7 ноября должен был состояться премьерный показ 27-го года ленты, заказанной советским руководством, ленты «Октябрь», которые должны эпически было обозреть события 17-го года. Эйзенштейн и Александров, работавшие над этой лентой, буквально заканчивали ее, за несколько часов монтировали до показа, и впервые познакомились с товарищем Сталиным, который вошел, представился, кто он такой, и сказал, «Троцкий есть в вашей ленте?» И при нем же они порезали эту ленту, и лента вышла позже. Ее показали только кусочками 7-го ноября, а в будущем, замечу, эта лента ненадолго вышла на экраны, в начале 1928 года, но уже, конечно, Бестровского, а потом она уже только существовала в некоторых кадрах, которые, например, в учебнике истории помещались, со штурмом Зимнего дворца, например, знаменитые кадры. Фактически вот такая, не то, что это фальсификация, художественное представление о событии, одобренное уже высочайшими, так сказать, цензорами, назовем так, становилось подлинными, заменителями подлинных исторических фактов. Ну, вернусь вот к важнейшим событиям возвращения истории, возвращения патриотического дискурса, и, в частности, в кино, стало постановление совместное Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПБ о преподавании гражданской истории в школе 15 мая 1934 года. Оно было издано, и оно восстанавливалось, это постановление, систематические курсы исторического образования в средней школе, вместо существовавшего до то ли, вот после революции, уже с начала 20-х годов, такого схематического социологического обзора дореволюционного прошлого. Ну, если мы уже говорим о кино, то как раз вот к началу 30-х годов возникают органы, которые уже государственный контроль осуществляет кинематографа. В 20-е годы, замечу, ситуация была в разнобой, существовали и государственные киностудии, существовали и частные, НЭПовское время все-таки, поэтому были знаменитые фильмы о русских авангардистах, посвященные в том числе революции. Из Эйнштейна я вспоминал, да, и Броненос Потемкин был 25-го года, лента, которая засветила феномен нового советского кинематографа перед всем миром, да, и даже шведский король на премьере в Стокгольме вставал и аплодировал этой ленте, хотя она была революционной лентой, но она могла прочитываться еще и как лента о человеческой трагедии, о человеческом достоинстве. Вот, так вот, появляется такой, например, в 30-е годы орган, как Главное управление кинопромышленности, ГУК, названия немножко там корректировались, менялись, да, но вот с этого времени уже такой государственный присмотр, государственное распределение. Частная лавочка кинематографическая окончательно закрывается, как закрылись уже к этому времени частные лавочки литературных объединений, да, отражение существования которых мы знаем по роману Михаила Фанасовича Булгакова «Мастер и Маргарита». Это время централизации, централизация, которая обеспечивала контроль над процессом, но и в этом контроле, да, вот это постановление, да, хочу привлечь внимание на знаменитую афористическую фразу Ленина, да, она там в расширенном есть контексте, но на самом деле отнюдь там товарищ Ленин не приравнивал, как некоторые пытались доказать кино, цирку, да, расширяя эту цитату, да, он выделял кинематограф как существенно важный элемент в пропаганде, имея в виду, что очень много еще было неграмотных, да, процесс, скажем так, приобщения к знаниям, к грамоте происходил действительно, так сказать, масштабный, интенсивный, на селе существовали избы читали, это отдельный разговор, да, я просто упоминаю к тому, что кинематограф универсальное было средство трансляции смыслов, понятное, да, пускай до начала 30-х годов, кстати, да, это тоже очень важный момент, кинематограф еще не говорил, но можно было по субтитрам, так сказать, читать те смыслы, если вдруг вы не поняли их прямо в образе. Так вот, к началу 30-х годов устанавливается режим личной власти Иосифа Виссарионовича Сталина, фактически таким знаком, символом установления монополии его власти становится празднование 50-летия Сталина в конце 29-го года, ну, издавались разные, скажем так, плакаты, вот, например, недавно был открыт в библиотеке Курганского государственного университета пласт таких плакатов 30-х годов, и вот один из редчайших из них, это плакат здравительный, поздравительный плакат в честь 50-летия Иосифа Виссарионовича Сталина, который там прямо уже выделяется как абсолютный вождь страны Совета. Ну, и надо выделить, или вернее обозначить, роль Сталина в кинопроцессе 30-х годов. Это генеральный продюсер и цензор советского кинематографа, да, но еще и зритель главный. Практически ни один фильм страны Советов не проходил мимо высочайших очей. В отличие, в отличие, например, извините, я проведу эти параллели, но просто покажу отличие. В отличие от Гитлера в Германии, в отличие от Муссолини в Италии, которые передоверяли в случае с Третьим Рейхом Геббельсу эти функции, в случае с Муссолини, сыну Виторио Муссолини, да, Иосиф Сестренович лично брал под контроль процесс создания фильмов, и фактически даже заказ фильмов. Мог он одобрить какой-то фильм в замысле, в сценарии еще, да, может быть, с сценариями он плотно не знакомился, но некоторые замыслы оглашались, и если, так сказать, товарищ Сталин не выражал своего одобрения, то фильм еще не снят и будет просто не снят, а фильм снят и просто будет уничтожен, как было с некоторыми фильмами, ну, об одном из них еще я упомяну по контексту. Вот здесь приведена цитата из книги дочери Сталина Светланы Аллилуевой, о том, что она была также приобщена к практике таких коллективных просмотров, такая особая процедура, скажем так. Иосиф Серегионович лично определял, достойный фильм или не достойный, но он приглашал такое иезуитское было для присутствующих, даже не знаю, как точно иезуитское выразился, но надо поискать какие-то точные эквиваленты. Он сидел на первом ряду или так, что его реакция не была заметна сидящим, а они ждали, какой же он сигнал подаст им, как воспринимать фильм и могли промахнуться. Если приглашались режиссеры, то у некоторых просто происходили нервные обмороки в этот момент, когда они еще не могли понять, как вождь, так сказать, принимает или не принимает ленту. Замечу еще, что помимо Иосифа Виссарионовича до 1936 года одним из приемщиков фильмов было еще Алексей Максимович Горький. Он был приглашен, он же после революции долгое время отсутствовал в стране, фактически он был оппозиционером, прямо в диссидентство он такое не переходил, многое он не принял из того, что происходило сразу после революции. А потом он так с опаской смотрел, периодически приезжая и уезжая куда? В фашистскую Италию, где он постоянно жил вплоть до начала 30-х годов. В общем, достаточно комфортно жил. Пока товарищ Сталин не переубедил его вернуться, окончательно это в 1932 году произошло, и с этого времени он становится фактически соправителем, по крайней мере так это было обозначено со стороны Сталина. Ну и вот функции высочайшей так сказать персоны, в том числе обозначались тем, что он просматривал некоторые ленты, но это ленты, вот не могу сказать, какую линейку точно он там просматривал, ленту, например, «Веселые ребята», известно, что он посмотрел эту ленту, даже известно, что именно название «Веселые ребята» определил Горький этой ленте. Она первоначально называлась «Джаз комедией» или «Пастух из Абрау Дюрсо», как известно, там много выпивают, даже коровы выпивают. Так что очень веселая такая комедия, да, и он посмотрел с ребятишками, вспомнил свое босяцкое детство, волжское, вот, и у одного из пареньков и перехватил фразу, которую он бросил, что, как он оценивает фильм, «Веселые ребята». Вот это название прижилось, правда, для зарубежного проката эту ленту переназвали «Как Москва смеется», и иммигранты, особенно резко именно иммигранты, так сказать, воспринимали то, что приходило из их бывшей родины, они возмущались, как же так, «Москва смеется», а фильм у них показывался, когда шли процессы, может быть, еще не самые тяжелые процессы, там, 36-го, 37-го года, там, какие-то процессы, 34-го, 35-го года, еще на разогреве, скажем так, но они возмущались, как же так, может смеяться, смеялись. Время такое, когда все было, так сказать, весь спектр, что ли, чувств от страха до смеха. Ну вот, известный киновед Александр Трошин определял функции, скажем так, Сталина, как право верховного режиссера диктовать не только какое кино, в скобочках, театр, литературу, музыку и так далее, нужно создавать, но и как. То есть, Сталин поучал режиссеров, как создавать. Если лента ему не понравилась, ну, если он даже, может, пощадил режиссера, или режиссера не было, он мог просто потом выговор большой сделать руководителю Гука. Например, долгие годы руководителем был Шумяцкий, такой старый большевик, но тоже потом трагически, закончивший свои дни в 1938 году, когда его обвинили в том, что не доглядел врагов народа в советской кинематографии, был обвинен как вразовский, так сказать, элемент, враг народа, да, и расстрелян. Но вот в 1934 году, когда показали Сталину фильм «Гармонь», Игоря Савченко, выдающегося советского, украинского режиссера, создателя многих-многих лент, и в 1940-е годы он интенсивно работал, учитель, кстати, Параджанова, гениального, он сказал, чтобы больше мне гармонии не показывали, вот таких лент. У него уже в пословице вошло слово «гармонь», феноменальная лента, да, так сказать, но Сталину нужно было, так сказать, не то, что ему показали. А что, вот сейчас мы в развитии еще немножко об этом далее скажем. Но я упомянул Шумятского, скажу, что если будет интересно кому-то, есть теперь уже доступны в открытой печати, в частности, в издании киноведческом, киноведческие записки, ну, скажем, такие расшифровки бесед Сталина с режиссерами, с участием руководителей партии. Эти записи ввел Борис Захарович Шумятский, они остались. И теперь, как сказать, доступны. Мы можем о вкусах вождя, о его разборах, вот как раз о том, скажем, о Сталине как кинокритике или киноведе узнать, в частности, из этих уникальных документов. Ну, еще позже, в начале 2000-х годов, издавался колоссальный такой сборник «Кремлевский кинотеатр» 1928-1953 год. Вот как раз о сталинском периоде, о том, как товарищ Сталин взаимодействовал с кино, его, так сказать, указания, вплоть до его кончины. Ну, и вот параллельно с началом сталинских кинопросмотров, они начинаются с 1934 года. Вот, в это же время утверждаются некоторые ставшие, скажем так, элементами советского патриотического действа ритуалы. И вот, в частности, такие ритуалы, как кремлевские приемы и праздничные обеды для передовиков производства, героев-полярников, немножко напережение, но оставлю, полярников, участников национальных декад и других чествуемых избранников. Ну, упомяну, что у нас в то время освоение шло северных путей, северных морских путей, Арктика осваивалась, вот сейчас примерно мы пытаемся вновь вернуться в Арктику. Знаменитые были полярные эпопеи, попанинцы, в частности, да, те люди, которые совершали их героически, противостоя природе, стихиям, те, кто их спасали, кстати, в 1934 году специально учреждается награда Герой Советского Союза, и именно летчикам, спасавшим попаница, впервые эта награда была присвоена. Вот, вот многое в 1934 году происходит, многое, и в том числе, как мы знаем, в конечном итоге трагического, но вот эти образы приемов у Сталина потом реконструирует в послевоенном фильме «Клятва» в 1946 году Михаил Чаурелли. Это один из самых доверенных, самых, скажем так, любимых Сталином режиссеров, выдающийся советский, грузинский режиссер Михаил Эдешерович Чаурелли, мы знаем дочь замечательную актрису Софико Чаурелли, этого мастера, и он творчески, скажем так, воссоздает нам, как эти застолья высочайшие с участием передовиков и героев происходили в фильме «Клятва», если кому-то интересно, именно как кинодокумент посмотреть, не большего требуя от фильма, а просто заглянуть за ширмой истории, вот как это было. Разумеется, опять же, творчески, художественно это сделано. Ну и вот обозначу, что в патриотическом так сказать, изводе тех чувств, которые, так сказать, теперь уже воспринимались как патриотические, важнейшим элементом становится любовь к вождю. Сталин окружает человека везде, с плакатов, с гигантских или с камерных, которые дома заменяют теперь уже красный уголок, вплоть доходят до анекдотических каких-то случаев, которые по делам следственным известны, о том, что скрученная газета, допустим, для того, чтобы муху убить, вернее, уже осуществленный акт убийства мухи, если он происходил на портрете вождя, мог трактоваться как покушение на Иосифа Виссарионовича. Ну, то есть на его божественную персону в данном случае, так как уже в самом образе это, как бы, так сказать, подразумевалось что-то нехорошее на товарища Сталина. Вот, ну, какие эпитеты ему? Эпитетов много. Наверное, здесь надо, так сказать, специальные словники, что ли, создавать, не знаю, создавались ли они. Например, первый машинист Советского Союза. Это определение Каганович ему дает. Лазарь Моисеевич Каганович некоторое время даже был вторым человеком и в государстве, и в партии. И его, скажем так, значительный вклад был в создание, или, по крайней мере, в столь стремительное создание метрополитена в Москве в 1935 году. Лучший друг пионеров, великий вождь и учитель. Вот все блага, которые происходили в конкретном локусе или в стране в целом, они сопровождались здравицами в честь товарища Сталина. Да здравствует Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума, человек, которого вчера так трогательно поблагодарила молодежь за то, что он дал ей радостную юность. Это сказал буревестник пролетарской революции Максим Горький. Максим Горький стал существовать в 1934 год по правилам, которые были разделяемы всем обществом, и он тоже вынужден был их разделять. Образ отца народов получил свое запечатление и в кинематографе. Сталин в отличие замечу от тех вождей, которых я упоминал ранее, так сказать, по времени с ним совпадающих, разрешил использовать свой образ в кино, воссоздавать свой образ. Хотя на первых порах Сталин существовал в документальном кино, ну, например, знаменитый фильм Дзиги Вертова середины 30-х годов «Колыбельная». Образ Сталина там, скажем так, именно через документальный образ дается. Но уже был опыт, скажем так, художественного воплощения, если не Сталина, то Ленина в фильме «Октябрь» в 1927 году. Этот опыт не всеми был, скажем, принят. Там был приглашен не профессиональный актер, а очень похожий на Ленина человек. Он сыграл вождя во время съемок, поражал многих, которые знали, что Ленин жил, жив и будет жить. Они думали, что, может, Ленин воскрес уже. Но, тем не менее, вот такой опыт был неоднозначный. Но вот окончательно, так сказать, отмашка произойдет в середине 30-х годов. Такая даже не отмашка, может быть, кивок такой, что да, можно. Но помимо Сталина, конечно, у нас, так сказать, фигура Ленина была. Главное иконическое. На тот момент два вождя. Но вот я выделил специально такой момент, что вот уже с середины 30-х годов мы можем видеть, как образ Сталина именно становится иконическим. В частности, в фильме Эрмлера, выдающегося мастера, который себя уже зарекомендовал фильмами в 20-е годы, крестьяне. Сталин, как видите, на одном изображении он просто как вот на том месте, где когда-то, наверное, должна была бы висеть икона, да, существует, а в другом он пока еще не живым актером, а мультипликацией создается. Это сон героини. Во сне героини Сталин берет ее ребенка. Тут, может быть, возникала бы двусмысленность какая-то, да, но вот у человека, который когда-то работал в ЧК, у Фридриха Эрмлера, он такой проверенный советский человек, никаких двусмысленностей, разумеется, в голове не было, да, но тут можно было подумать, что вот этим подчеркивался то, что Сталин отец народов, отец каждого. Как Ленин в литературе советской становился самым человечным, самым близким, в том числе к детям, да, знаменитые рассказы Зои Воскресенской, как Ленин там вокруг елочки ходил с детьми, хотя елочка была реабилитирована, заметим, в конце 35-го года стараниями расстрелянного чуть позже постышего руководителя Компартии Украины, да, но вот тем не менее, значит, мы здесь вот в этом образе четко видим образ отца народов. Он уже существовал в фотографиях с детьми с мамлокат и с некоторыми другими девочками, которых брал Иосиф Сырёныч, когда они там дарили ему, например, цветы, да, эти образы, потом тиражировались, вот такая любовь к вождю вплоть до детей. Но на самом-то деле именно дети теперь, уже новое сменилось поколение, вот ровно от революции от 17-го года, в 34-м, или там уже в 35-м, да, мы можем говорить, целое поколение новое родившихся, да. тут еще один процесс такой социологический очень важен надо учитывать за период с начала 20-х годов с 23-го по 39-й год прирост населения в городах, ну понятно, что откуда прирост, из сел, да, в три раза происходит, на 210-е процентов. То есть колоссальным образом новое совершенно оказывается и публика в том числе и в кинотеатрах, потому что более всего доступность была в кинотеатрах и порывались предыдущие связи. Ладно, не буду немножко так уходить в сторону. Так вот, воплотителями образа Сталина в кино становятся вот эти два человека, Семен Гольдштаб, может быть фамилия ему помешала в дальнейшем продолжать образ Сталина, хотя были работы помимо Ленина в октябре, в котором он впервые образ Сталина создал на экране, это лента 1937-го года, знаменитая диалогия Михаила Рома, Ленин в октябре, Ленин в 18-м году, а вот Ленин и в 18-м году уже Михаил Гелова, они лично одобрены, отобраны товарищем Сталиным, замечательный грузинский актер, режиссер, но, скажем так, человек, который фактически после этой роли навечно стал заложником и воспроизводил товарища Сталина и в театре, и в кино, вплоть до конца жизни Сталина, а сам умер в день его рождения в 1856-м году. Вот, ну, в 1936-м, в 1937-м годах проходили выборы, вернее, проходило утверждение сталинской конституции, она была утверждена и выборы Верховный Совет, Союза и Республик, и я просто приведу высказывание всесоюзного старосты, как называли Михаила Ивановича Калинина, фактически он был советский президент, такой номинальный глава советского государства, реальным, конечно, главой оставался партийный лидер, а потом этот партийный лидер в конце 30-х годов станет и лидером правительства, Иосиф Сталин, ну вот как он, Калинин, выступая 21 января 37-го года с докладом о проекте Конституции РСФСР, призывал, бдительность должна быть неформальной, не бумажной, она должна быть направлена не на то, что человек неумело высказался, а на то, что он делает, на результаты его работы, на его повседневное поведение, и вот эта бдительность становится, так сказать, нормой для всех граждан, которые сигнализируют об идейных ошибках, о диверсиях, в том числе и в киноотрасли, в частности, публичное покаяние за фильм «Бежен лук» вынужден был принести Эйзенштейн, это не помогло, ленту уничтожили, только сохранились для нас срезки кадров этой ленты, или, например, Юлия Райзман, в будущем тоже замечательный мастер, и в то время уже начинавший свою творческую жизнь «Последняя ночь» его лента о Октябрьской революции подверглась разносу, и партийный цензор Тамаркин так докладывал. Основной порог кинокартины заключается в том, что в фильме не показана роль товарища Сталина в борьбе за Октябрь. На всем протяжении фильма даже имени товарища Сталина не упоминается, хотя митингов и общеполитических высказываний очень много. Вот это уже могли поставить в вину, если в фильме не утверждали, скажем так, не обозначалась роль Сталина как важнейшей персоной. Ну и вот скрытый враг Отечества, он в фильмах 30-х годов становится одним из важнейших элементов. Здесь привожу вам цитату замечательного киноведа Евгения Маргулита. Вот человеческая сложность интерпретировалась уже как что-то опасное. упрощенный образ, образ такой стандартизированный становился безопасным. Многие мимикрировали под него. Ну вот после ошеломляющего успеха фильма братьев Васильевых Чапаев, лента, которая в 1934 году вышла на экраны и прошла и по экранам, кстати, и зарубежья в том числе, и восхитила, кстати, в том числе и тех, кто оказался по другую сторону баррикад в гражданской войне, выстраивается такая линейка, фактически одобранная Сталиным. Успех и у Сталина был. Эту ленту он пересматривал, мы знаем по записям, такие записи велись его секретарями, сколько он смотрел. Десятки раз. Кажется, за 60 раз переваливает, сколько он смотрел Чапаева. У него были и другие, как мы знаем, любимые фильмы, например, «Волга-Волга», там он в годы войны, например, «Волгу-Волгу» просто как дипломатическую бандероль посылал Рузвельту и Черчиллю, но я вот касаюсь этого. Александр Пархомин, Кощерс, вот еще ленты в то же время, которые были одобрены и выпущены. Но некоторые ленты не вышли на экраны, потому что некоторые события их, так сказать, предотвращали. В частности, арест Тухачевского закрыл проект фильма по сценарию Бориса Лавренева «Командир взвода». Ну и, наконец, линейка фильмов, которая посвящена героям прошлого. Вот то, что я говорил о реабилитации истории. Теперь историю заставили работать на советский строй. Вожди в виде генералиссимусов и царей теперь становились провозмездниками социалистического будущего. Ну, не прямо уж так, конечно, не грубо это делалось, но вот то самое патриотическое чувство через эти образы представлялось. Замечательный киновед Незорг так вот писала, как вот здесь вы эту цитату сейчас видите. Ну, вот оценки были разные. Например, когда Петр Первый, лента, была показана в рамках Парижской Всемирной выставки 1937 года, ее посмотрели в том числе и русские эмигранты, так в газете «Последние новости» Парижской писали «На экране апофеоз безграничного, свирепого, пусть и гениального самовластия, коленопреклоненное обожествление героя-тирана, беспредельно презрительного к средствам и с пафосом произносящего патриотические тирады». И это идет из Москвы, где над Кремлем вожжены символические рубиновые звезды. Вот такое ехидство было, да? Но, однако же, ленту одобрил Сталин, фактически он даже заказчиком был, ленты по сценарию Алексея Николаевича Толстого, у которого еще и роман в этот момент написался и, так сказать, дирихтовывался. Ну и еще одна оценка этого фильма Яхима фон Риббентропа, который приехал в Москву в августе 1939 года и увидел на афишах, больших афишах, уже, видимо, вторую часть, вышедшую тогда на экраны Петра Первого, и воспринял в своих, так сказать, уже пояснениях, отчетах в Берлине, что это свидетельство эволюции сталинского руководства в консервативном понимании тезиса революции. Вот когда в 1938 году выходит Александр Невский, который, ну, скажем так, на ура принимается Сталином, принимается зрителями, это патриотическое чувство наибольшее себя, что ли, адекватно ходит, даст еще понимание актуальности вызова, который ждет страну, в частности, угрозы Запада. В фильме это, так сказать, очень прозрачно намекалось. И вот когда в 1939 году Риббентроп посетил и заключил те пакты в августе и сентябре, которые нам известны, лента Эйзенштейна при всем своем патриотизме легла на полку. Не то, что она была под запрет, легла, но чтобы не раздражать, не травмировать новых друзей. Друзей, может быть, в кавычках, но друзей официальных, по крайней мере. В этот момент были многие книги из библиотек изъяты антинацистской направленности и, наоборот, нацистские журналы в открытый доступ поступали в библиотеки. Вот было такое. А создатели Александра Невского заставили, это специально такое, именно, так сказать, изуэтство было поставить любимую оперу Гитлера в Большом театре, в Валькирию. Ну и такая линейка вот фильмов о героях дооктябрьской истории, где в руководителе христианских восстаний отображались, такие как Разин, Пугачев, Салават Юлаев и вот те самые вершители уже большой истории, официальной истории дореволюционной, такие как, например, Минин и Пожарский, Богдан Хмельницкий. Да, этой лентой, так сказать, вот эту продолжали линию патриотического использования истории и преображения ее в кино. Ну, пожалуй, уже, так сказать, за экономией времени я оставлю немножечко недосказанным, обозначив, что еще особый пласт представляют собой оборонные фильмы. Если будет интерес, может быть, я по этому поводу могу вам в вопросах ответить. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ